Отвлекая продавца, неизвестный отправляется к кассе, забирает более 20 тысяч рублей и скрывается. По такой отработанной схеме мужчина действовал в разных районах с конца декабря по январь. Установили и задержали подозреваемого сотрудники оперативно-сыскного отдела управления МВД России по городу Саратов. В отделе полиции мужчина рассказал, что свой криминальный путь начал в 15 лет. Недавно освободившись из мест лишения свободы, он вновь принялся за свое. Какие суммы были самые большие? Двадцать с чем-то тысяч, по-моему, если не ошибаюсь. Как распоряжался? На еду. Дома покупал за квартиру, за съемную оплачивал. Заходил, отвлекал, забирал деньги и уходил. Отвлекал кого? Продавца. Чтобы не видел за моими действиями, не наблюдал никто. У меня принцип такой вот кражи. Чтобы мои действия никто не видел, потому что когда видит, я обязательно отдаю, извиняюсь и ухожу. По одной простой причине, что мне нужен ни грабеж, никакой не разбой. Я не занимаюсь такими вещами. Как бы я знаю, на что я иду и что мне за это грозит. В его списке сауны, торговой точки с табачной продукцией, парикмахерская и цветочные магазины, один из которых расположен в поселке Солнечный. В полицию обратился продавец цветочного магазина, расположенного на проспекте строителей города Саратова. Женщина заявила о пропаже кошелька, в котором были денежные средства в сумме 2500 рублей, 40 долларов, а также банковская карта, с которой произошло списание 1700 рублей. Установлено, что к совершению кражи причастен 34-летний житель города Саратова. Подельник мужчины подозревается в краже денег с банковского счета. По указанным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Со своим напарником подозреваемый познакомился случайно. После совместного распития спиртова решили вместе прогуляться по городу. В итоге ранее судимый мужчина стал фигурантом нового уголовного дела. Зашли в магазин и выдернул кассу. Ну, по-моему, зашли в другой магазин. И получается, как отвлекал. После совершения краж мужчины перестали общаться и встретились в отделе полиции. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть. Саратов.